А отвечают нет. Знаете почему? Да чтобы вы не разбежались, чтобы девчонки, мальчишки остались в стране, чтобы можно было их схватить и пригвоздить мобилизацией. Билет выдадут в военный. А если вы его потеряете или сбежите, то уже расстрел. Пока не выдали, вы можете сбежать. Поэтому никто в стране сейчас не говорит о введении в скором военного положения и о всеобщей мобилизации. Кажется, друзья, наступает время всеобщей мобилизации. Ведь на специальной операции, о которой говорят нам власти, вероятно, столько много неожиданных или вполне ожидаемых уходов, смертей солдат, что надо набирать новых. А новые? А где их взять, друзья? В принципе, пока еще молодежь-то у нас есть, но уйдут последние. А что такое все-таки мобилизация, друзья? Всеобщая мобилизация – это когда объявляется военное положение. То есть сейчас ожидают, будет или нет военное положение, и объявят или нет мобилизацию всеобщую. Но ведь у нас сейчас все через пень-колоду. И могут не ввести военное положение, а всеобщую мобилизацию объявить. Ну, так же, как вы самоизолировались по домам. Вы помните? Закон не применили, а применили самоизоляцию. Так же и здесь, что госструктуры на сегодняшний день – это сегодняшняя новость, которую печатают все СМИ о том, что госструктуры по всей России набирают специалистов по мобилизации и работе в военное время. Куда мы пришли, друзья? Куда? К чему подошли? Ну, в принципе, конечно, вы и так понимаете, к чему мы подошли и что происходит на сегодняшний день. То есть нам говорят белое, на самом деле это черное или уже даже красное. Но нам никогда не скажут, что это красное. Нам всегда будут говорить, что это белое. Пока на сегодняшний день чиновники Государственной Думы, чиновники всех аппаратов говорят народу, говорят нам, что не планируют объявлять в стране военное положение. От Камчатки до Москвы набирают в это время сотрудников по мобилизационной подготовке и работе в военное время. Это как? То есть не планируют, но в это время набирают специалистов. Это ведь помните, как Ельцин на всю страну сказал, что если хлеб подорожает, я лягу на рельсы. Хлеб через два месяца подорожал, на рельсы Ельцин никогда не лег. То есть нам показывает, что ответственность за свои слова власть никогда не несет. У нее больше силы, поэтому она ни за что не отвечает. 29 апреля Московская инспекция Федеральной налоговой службы номер 17 по крупнейшим налогоплательщикам опубликовала вакансию на должность сотрудника службы безопасности. Согласно объявлению на сайте Хэкхантер, соискателю предстоит отвечать за мобилизационную подготовку инспекции к деятельности в военное время и в условиях военного чрезвычайного положения. В тот же день такого же инспектора начали искать по УВД по северо-западному округу Москвы. В его обязанности входит подготовка документов мобилизационного планирования, а также реализация специальных решений федеральных органов исполнительной власти в части, касающейся мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности. За последнюю неделю объявляется о вакансиях специалистов по вопросам мобилизации и гражданской обороны на многих других ресурсах. Допустим, Крымформация, это в Симферополе, в Тюменской области, Росавиация и инфекционная клиническая больница имени Павловского, это Белгород, международный аэропорт Петропавловск-Камчатский. То есть, вы понимаете, почти каждая отрасль ищет таких специалистов. Государственная Новосибирская областная клиническая больница 4 мая опубликовала объявление о поиске специалиста по мобилизационной работе с зарплатой от 22 тысяч рублей. Надо сказать, зарплата-то ничтожная. 22 тысячи рублей – это что? Это, вероятно, одуванчик, на который дунешь, и вся твоя зарплата только лишь, может быть, оплатить коммунальные услуги. Другие центры, допустим, московский НПЦ «Виг Стар», который входит в приборостроительную корпорацию, предлагает 60 тысяч рублей такому специалисту по мобилизационной работе. В обязанности кандидата входит в проведение мероприятий по переводу производства на работу в условиях военного времени, в том числе при объявлении мобилизации. О том, что президент Владимир Путин может отказаться от термина «специальная операция» и объявить войну с последующей мобилизацией 29 апреля, заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллс. Но на днях, как мы видели, состоялось выступление и обращение Путина, где, в принципе, он подтвердил все то же самое. Речь Путина поищите в интернете, о ней говорят. Она у меня есть, кстати, в Инстаграм, можете туда зайти и там посмотреть. Но в Ютубе, друзья, не хочется выставлять, потому что Ютуб вводит каждый день новые и новые правила, а потом задним числом начинает наказывать за то, что ты сделал тогда, когда эти правила еще не работали. У меня, в частности, за 2017 год был удален видеоролик. Сегодня у нас с вами 2022, пять лет назад. Ну, спорить с Ютубом, вы знаете, бесполезно, потому что там специфически настроенные люди. Глава Минобороны Британии предположил также, что Путин для этой цели может выбрать 9 мая. День Победы объявят днем войны. И в то же самое время могут объявить всеобщую мобилизацию. Помните, это уже было так. С 21 на 22 июня началась война. И объявили всеобщую мобилизацию. И если вы помните, школьники, обычные школьники, они только закончили школу. Они девочки, мальчишки, все. Они бросали свои портфели и шли. Их так воспитали. Они обязаны были идти в призывные пункты, бросая все. И уходили на всю жизнь. Больше они никогда не возвращались в эту самую жизнь. Жизнь дается один раз. И тратить ее на чьи-то амбиции. Между друг другом выясняют родственники, которые стоят наверху, как небожители, над всеми нами. И они свои амбиции выясняют таким образом. А людей кладут за что? За что должны мальчишки и девчонки в 18 лет? Школьники отвечать за их амбиции. За то, что они где-то с кем-то не поделили куличики в своей песочнице детской. Они не поделили, а ваши дети за это страдают. И в то же самое время должны объявить военные положения. Но при объявлении военного положения, друзья, заканчивается деятельность многих организаций. В том числе деятельность политических партий. Запрещены будут митинги, собрания, пикеты. Введена будет цензура. Ограничено движение людей. Включается запрет на выезды страны, смену места жительства. Объявлен будет комендантский час. У жителей и компании может быть в любой момент изъято имущество для нужд обороны. То есть, к вам приходят и говорят, для нужд обороны нужен ваш автомобиль. Все, вуаля, у вас забрали. Абсолютно все. Для нужд обороны вас попросят выселиться из квартир. Центр будет расселен таким образом, друзья. Центр пострадает. Потому что в центре еще много квартир, которые заселены простыми жителями. Вот когда-то и я со многими-многими старыми большевичками, которые потом переехали со мной в один и тот же дом. Мы жили на Садовом кольце. Может быть, это 15-20 минут идти спокойным шагом до Лубянки. То есть, это Красная площадь. В университет я ходила. Вот, в свой университет я ходила за 20, где-то 25 минут. Что же касается Лубянки, то это где-то, наверное, минут 11-15 можно было дойти от моего дома. То есть, это детский мир. И нас на каком-то этапе, нас всех выселили, жителей самого центра. Я рассказывала вам в других своих роликах, что как раз напротив нашего дома стоял особняк, тот самый Берия, в котором, собственно говоря, проводились пытки. Это был секретный особняк. И он до сегодняшнего дня также находится в секрете. То есть, он охраняем, непонятно, что там находится. И эта секретная организация находится там, в том же самом особняке. Мне мама рассказывала, что во время войны, так как мы жили напротив, а улицы были без движения автомобилей, то во время войны оттуда доносились душераздирающие крики через дорогу, через садовое кольцо. Доносились до жителей домов душераздирающие крики. Из подвалов, а может быть, из кабинетов этого особняка. Он небольшой особняк, но под ним огромные помещения находятся. Вот что значит военное положение. Я хочу вам сказать, что при военном положении России превратится в полнейший концлагерь. И, вероятно, мы к этому подошли. Вероятно, к этому подошла вся страна. Именно поэтому дунули те, которые побежали из России. Просто дунули. Такие, как Собчак, такие, как Невзоров. Они убежали. А убежали почему? Вы можете сказать, что да, за ними может начаться охота. Согласна. Я с этим мнением тоже соглашусь. Но, скорее всего, друзья, их предупредили, что закроют страну. Убегайте. И вот они, друзья, конечно, убежали. Те самые Урганты и все остальные. Часть из них вернется. Потому что слишком много культурного слоя населения убежало. Если не сказать почти все. Айтишники все убежали. Их не осталось в стране. Поэтому на сегодняшний день айтишников пытаются набрать заново, давая им какие-то преференции. Какие? Работать где-то на удаленке они могут. Но в стране не хотят. Потому что таким образом их нельзя держать вот так вот за их горло. И именно вот это держание за горло, оно дает возможность управлять айтишниками. Но айтишники – народ свободный. Они уже привыкли к свободе. Они общаются со всем миром. И сесть под железный замок, как у нас когда-то Королев сидел, которого мы потом воспевали за то, что он нам космос Юрия Гагарина подарил. Вы помните? А вы знаете, что Королеву, когда он работал над своими проектами, за непослушание выбили челюсть, сломали, и она у него лопнула. Королеву, тому богу космоса, о котором нам говорили, которого воздвигли потом уже, после его смерти. Потому что при жизни мы не должны были знать его имя. Но, друзья, и существует такая легенда или разговоры, слухи, о том, что Королеву уничтожили все-таки на операционном столе. Операция была незначительная, но его уничтожили. Якобы что-то пошло не так. И вместо там полчаса операции ему делали ее в 8 часов. Но в результате он умер. И считается, что да, как и многих других. А что у нас генералы не умирали? Их когда клали насильно на обследование, на лечение, они уже знали, что они никогда не выйдут из этой больницы, что их зарежут, их заколют. Или заколют, я имею в виду, медикаментами, да? И точно так же Королеву. Когда его положили, когда он полежал пару дней, он сообщил жене, что он вряд ли выйдет отсюда. Это движение такое силовое для того, чтобы подчинить себя всех. Такое вот движение, друзья. И поэтому мы с вами должны понимать, что на сегодняшний день все, к чему вы хотели, вернуться назад в СССР, вот оно все вернулось. Только вы назад в СССР думали об одном, а получили основное назад в СССР. А основное в СССР были репрессии. И вы их получите сейчас. Итак, мы с вами, друзья, подходим к мобилизации, к объявлению военного положения. Но пресс-секретарь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, в четверг назвал сообщение, о возможной мобилизации чушью и неправдой. Ельцинам тоже клялся. А спикер Государственной Думы Вячеслав Володин ответил на вопрос о начале массового призыва в армии, так это ли не так, он ответил нет. На самом деле. А вы увидите, все это будет вот уже завтра, послезавтра, май-то вот он идет, и все это будет сейчас в мае. А отвечают нет. Знаете почему? Да чтобы вы не разбежались, чтобы девчонки, мальчишки остались в стране, чтобы можно было их схватить и пригвоздить мобилизации. Билет выдадут в военные. А если вы его потеряете или сбежите, то уже расстрел. Пока не выдали, вы можете сбежать. Поэтому никто в стране сейчас не говорит о введении скором военного положения и о всеобщей мобилизации. Ждите. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова